Итак, я сначала расскажу немножечко про то, чем мы занимаемся, чтобы вы просто понимали, как мы набрали определенный опыт и через какие проекты я могу анализировать способы организации сообществ. Итак, бумага – это локальная медиа из Петербурга. Мы существуем с 2012 года. Мы сначала сделали сайт. Это просто сайт был с новостями о городе, такое самое простое медиа. Далее мы стали делать мероприятия. И так со временем у нас образовался целый отдел мероприятий, которые делают фиксированные форматы. У нас есть формат ScienceLam, Campus, лучше здесь, ScienceBarHopping. И почти все эти форматы, они основаны на работе с определенным сообществом. Я немножко позже еще подробно расскажу про эти мероприятия, чтобы вы понимали, как именно мы вовлекаем туда людей и почему сообщество – это такая основа для ивента и для целого проекта. Тут есть вопрос – форматы чего? Это формат мероприятий. Мы сейчас говорим про отдел мероприятий. Это наш офлайн, который, конечно же, частично объединен с онлайном, то есть у каждого офлайн-проекта есть материалы в издании, кое-каких еще есть подкасты. Я обо всем этом расскажу. Кроме редакции, которая производит новости, журналистские тексты и отдел мероприятий, который делает ивенты, у нас есть отдел спецпроектов. Это коммерческая история в основном. Я как раз-таки директор спецпроектов. Я занимаюсь всем, что зарабатывает деньги. Деньги зарабатывают и мероприятия, о которых мы сказали выше, но еще и просто тексты в бумаге. Это нативная реклама. Я вам тоже позже покажу примеры, как у нас нативная реклама работает на сообществах. Ну и какие-то большие редакционные спецпроекты. Отдел спецпроектов – это такая немножко параллельная, можно сказать, редакция, которая работает и с клиентами, и частично над журналистскими материалами. Отдел исследований – это аналитика и социология. Это все, что позволяет нам общаться с нашими пользователями и как-то анализировать их поведение и принимать решения, основанные на данных и на том, что действительно хочется видеть нашим читателям и нашим посетителям мероприятий в наших проектах. Ну и, конечно, технический отдел. Без этого никуда. Это программисты и дизайнеры. Я тут вижу еще один вопрос от Владислава. Специальные проекты по требованию. Ну, смотрите. Посмотря как трактовать слово «требование», есть нативная реклама – это когда к нам приходит партнер и он приносит с собой рекламный бриф, и мы под этот бриф разрабатываем нативную рекламу. Это такой, может быть, спецпроект из нескольких материалов, может быть, один текст с нативной рекламой. А специальные проекты редакционные делаются без коммерческих… без коммерческой составляющей, без денег. Это просто какая-то серия, тематическая серия текстов, в которой хочется сделать редакцию. Она не привязана к никакому инфоповоду, поэтому это такая довольно внезапная, с одной стороны, вещь. Но, с другой стороны, эти материалы объединены в спецпроект тематический, и поэтому, в общем, это оправданно и выглядит интересно. Вы можете на эту фотографию посмотреть на фотобумаге. Сейчас у нас уже на несколько человек больше. Эту фотографию мы делали примерно 3-4 месяца назад. Итак, Аня уже сказала, что у нас большой опыт по работе с сообществами. Я бы, наверное, не стала так прям вхваться, что он какой-то гигантский, но у нас есть определенные успешные кейсы, и я вам сегодня о них расскажу. Для начала давайте я просто немножко разберусь с определением, как мы понимаем сообщество и что мы вообще видим за этим словом. Потому что очень часто медиа, рассуждая о своих читателях, используя слово «сообщество», говорят только о социальных сетях. И кажется, что когда у вас есть паблик в социальных сетях, например, там ВКонтакте или в Фейсбуке страница, вы видите там комментарии от людей, и кажется, что это сообщество. Но мы в какой-то момент пришли к мысли о том, что это не так, что это просто подписка, люди просто комментируют, они очень редко общаются друг с другом, и на самом деле привязанность подписчиков в соцсетях к вам эмоционально довольно низкая. К нам, по крайней мере, мы это поняли про себя. И поэтому, когда мы стали думать о том, что же есть сообщество для медиа, мы пришли немножко к другим определениям. Во-первых, это, понятно, есть городские сообщества. Это целые кластеры героев и целые кластеры читателей, разделенные по разным интересам. То есть есть активисты в Петербурге у нас, есть там экоактивисты политические, то есть два отдельных городских сообщества. Есть там спортсмены, любители животных и так далее. То есть эти люди, которые объединены какими-то своими медийными площадками, то есть у них есть свои сообщества в соцсетях, у них есть свои чаты, встречи и так далее, но они так или иначе становятся аудиторией бумаги, потому что мы про них регулярно пишем, и мы регулярно как-то дарим им материалы, которые они могут пошарить именно в своих комьюнити, в своих чатах и, в общем, поделиться своим интересом с сообщниками. Вторая категория – это все постоянные читатели бумаги. Я об этом тоже немножко позже расскажу. Это все люди, которые читают нас регулярно. В принципе, это немножко связано с соцсетями, конечно же, да. Там есть определенное ядро, раз люди подписаны, они часто видят наши публикации у себя в ленте, и часто приходят, но это какая-то на самом деле не очень большая часть подписчиков в социальных сетях. Тем не менее, есть люди, которые заходят напрямую, и вот это самая интересная история, когда люди вбивают у себя в браузере прямо осознанно, что там бумага заходит на главную. И вот это уже интересная история, потому что люди действительно привязаны к нам, и мы склонны считать, что они тоже составляют сообщество бумаги, потому что мы видим их, опять-таки, в аналитике, и мы видим, как они ходят по сайту бумаги, что они читают не только один материал, но и читают несколько. То есть это такие очень люди, вовлеченные в наш контент и привязанные к нам эмоционально именно. Сегмент бумаги с одним интересом. Это следующая категория, которую мы как раз-таки извлекаем из предыдущей, из постоянных читателей. Я вот уже только что сказала про хождение по сайту, про контекст, когда у вас к одному материалу еще идет какое-то пояснение, что можно почитать по той же самой теме. И очень, на самом деле, интересно наблюдать за поведением людей, которые заинтересованы в одной и той же теме, и они прямо могут там по пять, по шесть, по семь текстов читать, читать на бумаге, и, соответственно, потом еще также реагировать на определенные тексты в соцсетях. И поэтому, когда мы планируем спецпроекты, в том числе коммерческие, у нас встает вопрос о том, какой сегмент аудитории по интересам у нас реально развито, какой нет. И мы это тоже видим в цифрах. И последняя, самая интересная вещь – это созданное нами тематическое сообщество. Вот как раз-таки об этом мы с вами в большей степени поговорим сегодня. Это вещь, которая имеет наиболее твердые связи между участниками сообщества. То есть они общаются друг с другом, и они общаются с вами. И это такое довольно-таки локальное комьюнити, то есть нельзя сделать созданное тематическое сообщество на много-много тысяч людей, потому что вас просто не хватит на общение с этими людьми. Но, тем не менее, это самые лояльные читатели, самые лояльные, может быть, зрители, если у вас там видеопроект, которые всегда будут с вами, и, вероятно, при этом еще смогут платить вам деньги, если вы придумаете какие-то услуги, которые им подходят. Итак, зачем, в принципе, делать какой-то комьюнити? То, что мы извлекли, опять-таки, для себя за последние несколько лет. Во-первых, это стабильная аудитория. Вот как раз те люди, которые составляют постоянную аудиторию сайта, это такое верное ядро, которое всегда с нами, несмотря на то, что иногда отваливаются какие-то источники трафика. Иногда вы делаете редизайн, и ваш сайт становится первое время не совсем понятным, или, например, вы сделали неудачный редизайн, он стал вообще непонятным. Это ядро останется с вами, потому что у них есть такая нерефлекторная, а вполне осознанная мотивация вас постоянно читать. Угрепление, хорошая репутация – это, наверное, самый такой, самый действенный эффект от комьюнити, потому что, наверное, его лучше всего видно в работе с городскими сообществами, потому что, когда вы, например, сделали материал про пловцов, которые, допустим, у нас город на воде, довольно много людей участвуют в заплывах на открытой воде, по Неве, по Финскому заливу, и когда вы сделали хороший материал про одного пловца, то ваша хорошая репутация, как профессиональная редакция и хороших журналистов, распространяется на все это комьюнити, и вы получаете там не одного лояльного читателя в виде героя этого материала, а еще там 500 человек, которые каких-то друзей, знакомых и коллег этого героя. Поэтому вот репутационная составляющая, на самом деле, это такая самая хорошая история в плане выхлопа от создания сообществ и работы с ними. Естественно, это обратная связь, потому что лояльные вам люди склонны помогать вам. Когда вы у них спрашиваете советы, когда вы просите у них запомнить какую-нибудь анкету, они всегда рады это сделать, особенно если речь идет, опять-таки, о маленьких тематических сообществах, для нас это будет лучше всего. Контент. Что значит контент? Это UGC. Мы поговорим с вами прямо вот сейчас про UGC. User-generated content – это когда люди, участники вашего сообщества, для вас пишут какие-то материалы или снимают что-то. И вы получаете контент, который вам нужно отредактировать, отобрать и опубликовать. Прямые продажи. Люди, участвующие в комьюнити, склонны демонстрировать другим свои интересы. И поэтому многие покупают мерч, брендированную продукцию, многие жертвуют деньги. И, как правило, это делают люди, не те, которые зашли на сайт один раз, а те люди, которые ассоциируют себя с брендом вашего издания. Извините, я прервусь, пишу, что звука нет, но кажется, что остальных звук есть. Правильно? Возможно, стоит перезагрузить компьютер. Класс. Итак, следующее. Это повышение стоимости аудитории для рекламодателя. Это вообще отдельная история, которая работает у нас, по крайней мере, последние пару лет. Когда мы делаем медиаплан для рекламодателя, я думаю, что у вас все то же самое. Вы тоже работаете с агентствами или ваш коммерческий директор точно этим занимается. Мы всегда агентством пишем охваты и в последнее время, конечно же, охваты стали сложнее, потому что есть стоимость одного контакта. Человек, который проехал, допустим, по дороге, увидел билборд, он стоит, условно говоря, там, пусть один рубль или там один цент. А человек, который заполнил анкету на сайте, а потом пришел на мероприятие и после этого еще послушал какие-то подкасты, вспоминания бренда, все это в рамках рекламного проекта, он, конечно, стоит дороже, чем один цент, он стоит дороже, чем человек, который просто, у которого мелькнуло перед глазами реклама. И, конечно, сообщество – это инструмент, который очень сильно вовлекает и очень сильно привязывает. И люди, участники сообществ для рекламодателя стоят очень дорого, потому что это те, кто очень внимательно смотрит на материалы и старается в них поучаствовать. И, опять-таки, я вам в конце покажу несколько примеров, когда мы работали с рекламодателями именно по контенту наших пользователей, когда люди сознательно сами для нашего рекламного материала писали тексты. Ну и, конечно, поддержка в кризисных ситуациях. Это такой самый последний пункт, я надеюсь, который никогда никому не пригодится. У нас таких ситуаций не было, но очевидно, что, когда что-то любимое медиа попадает в беду, люди, участники сообщества хотят его защитить и выступают открыто в поддержку этого медиа. Итак, мы тут очень много раз говорили слов сообщества, но давайте попробуем разобраться вообще, как оно выглядит, как понять, что сообщество есть или его нет. Понятно, что комьюнити – это такая история, когда люди, опять-таки, общаются друг с другом и общаются с медиа, то есть происходит постоянный какой-то обмен, постоянная коммуникация, и люди понимают, с кем и зачем они общаются. В рамках комьюнити обычно, по крайней мере, по нашему опыту, все-таки главная мотивация участников – это потребление контента, то есть им нужно что-то давать. Это не просто общение, это должно быть какое-то, ну, скажем так, журналистское какое-то мясо, да, то есть нужно делать материалы интересные этой аудитории и желательно эти материалы делать эксклюзивными. Всем всегда интересно обмениваться опытом. Это вторая мотивация. Потому что у нас вообще сейчас довольно модно вот в российских медиа и в российских стартапах рассуждать на тему того, что современным людям не хватает общения реального, такого не публичного, не того общения, когда вы пишете публичный комментарий под чьим-то блогерским постом, общения тет-а-тет, но не слишком интимного, скажем так. Общения в чате где-нибудь на неформальную тему, пусть не знакомы с людьми, но все-таки это какое-то почти что дружеское, дружеская коммуникация. И вот комьюнити с закрытыми чатами, с какими-то закрытыми переписками, маленькими флайн-встречами, они как раз-таки работают вот на этой идее, что людям часто не хватает друзей, но они не хотят тратить много времени на вот эту часть своей личной жизни, они на самом деле не хотят заводить настоящих друзей новых, но при этом им интересно все-таки попробовать и с кем-то общаться. И мы это увидели прям своими глазами на встречах наших подписчиков, что правда интересно прийти и там час с кем-то выпить вина, его обсудить, а потом навсегда разойтись. И есть на этот запрос. И последняя вещь – это платежи и покупки. Тоже поговорим об этом позже, о том, почему люди стремятся что-нибудь воскупить. Но опять-таки это большое свойство именно комьюнити. Очень редко у медиа кто-то покупает, проходя мимо. Но чаще всего покупатели – это те, кто вас любят и те, кто вас хотят поддержать. Как мы можем общаться с людьми в принципе? Сейчас поговорим о том, какую роль мы можем занимать для того, чтобы люди нас слушали, для того, чтобы наше сообщество не выходило из-под контроля. Это на самом деле тоже важно. И для того, чтобы мы извлекали что-то полезное из этого комьюнити. Во-первых, конечно же, есть роль модератора. Представим, что у вас есть чат, в котором общаются ваши читатели. Вам нужно иметь достаточный авторитет, чтобы в какие-то моменты пересекать обсуждения, которые кого-то, например, обижают, или какой-то спам, какую-то несанкционированную рекламу и все остальное. В этом случае вы просто не вкидываете никаких тем особенно, вы просто контролируете порядок. Это на самом деле достаточно. Для комьюнити очень сильно контролировать людей, вот как мы считаем, не нужно. Даже когда у нас в чате про вино начинают обсуждать покупку одежды, мы максимум можем сказать, что, ребята, у нас еще есть отдельный чат про одежду, идите туда. Но какого-то тотального контроля, флуда и всего такого у нас нет. И это довольно полезно, потому что люди чувствуют себя свободными и не чувствуют вас надзирателя такого, а чувствуют модератора. Вторая роль – это редактор. Она вполне совмещается с чем угодно, то есть все роли, которые я сейчас озвучиваю, они дополняют друг друга, это не взаимоисключающие вещи. Редактор как раз-таки производит контент. Когда вы спрашиваете в своем чате или в своем сообществе ВКонтакте, например, хорошо, что вы спрашиваете о каких-нибудь там историях из жизни, люди присылают вам 100 историй, и вы как редактор отбираете из них 10 или 7 лучших и публикуете у себя на сайте. Это очень простая тоже история, которую используют, по крайней мере, в России, ну, там, большинство медиа общаются с аудиторией именно как редактор. И третья вещь – это заказчик или продавец услуги. Это самое, на самом деле, интересное, когда люди платят за доступ к медиа и не только для того, чтобы потреблять контент, что, безусловно, важно, но и для того, чтобы иметь возможность почувствовать себя участником этой команды. Я вам приведу маленький пример пока что. Есть в России издание, называется T-Journal. Это издание, которое пишет про тренды в интернете. Очень популярные, они не нишевые, они такие довольно-таки массовые, и у них платный доступ к комментированию. То есть вы можете комментировать только, если вы заплатили за эту опцию, у вас прокачанный аккаунт. И это довольно успешная практика, то есть люди хотят общаться, люди хотят чувствовать себя в команде тех, кто высказывает свои мнения про материалы, в команде тех, кто общается с героями текстов, потому что тексты часто бывают конфликтные, в комменты приходит тот человек, который обвиняет или которого обвиняют, и вы можете с ним пообщаться, но только если у вас платный аккаунт. И это вообще очень интересная такая история, когда люди просто хотят почувствовать себя немножко журналистами, ну или немножко прикоснуться вот к этой медийной среде. И они за это платят. Давайте сейчас перейдем к вот первой из нескольких мотиваций и выхлопов от комьюнити. Это, конечно же, контент. И здесь есть два таких, ну, возможно, этических вопроса и профессиональных. Во-первых, ну, все уже поняли, что юзидженерейтед контент – это материалы, которые мы публикуем у себя на сайте благодаря нашим читателям, то есть потому что они нам прислали свои истории или потому что они прислали прям готовый какой-то текст, и мы его решили вывести на главную. В России где-то лет, наверное, 7 назад была популярна гражданская журналистика. Было там несколько изданий, которые называли себя изданиями гражданской журналистики. И, ну, по моим личным оценкам, это ничем хорошим не закончилось, потому что ответ на вопрос, могут ли читатели быть журналистами, на самом деле нет. Да, потому что когда люди прислали какое-нибудь видео, и редакция его без оглядки публиковала, потом казалось, что это видео было просто плохо трактовано, что на самом деле на нем запечатлено совсем не то, что в сопроводительном тексте написал человек, и что вообще такая гражданская журналистика может быть таким хорошим прикрытием для пропагандистских медиа. И на самом деле на это, правда, не стоит рассчитывать, на то, что читатели будут делать для вас готовый контент, который будет прекрасный, шикарный. Всегда нужен редактор, который все равно будет все отбирать, все перепроверять. Кроме того, у нас есть следующая практика. Мы, когда спрашиваем людей написать какую-нибудь историю жизни, ну, например, вот я сейчас вас у вас, спрошу вас про ваше первое домашнее животное. Наверняка, если у вас, в принципе, были домашние животные, у вас есть какая-нибудь очень милая, может быть, даже трагическая история из жизни, из детства, которая здорово смотрелась бы в материале и многих бы тронула. Когда я отберу эти истории, пойму, какие войдут в хороший материал, какие истории интересно смотрятся на фоне всех остальных и так далее, я еще раз напишу вам, каждому лично, и еще раз напомню, что речь шла о публикации и о том, чтобы мы на сайт выкатили все эти тексты. А еще согласую редактированную версию. На самом деле, очень важно это делать, потому что, поскольку люди непрофессиональные журналисты, очень часто читатели пытаются такому импульсу, что их просят написать историю, и в моменте кажется, что это интересно, но потом они понимают, что вообще-то не очень хотелось бы публиковать это, потому что какие-то там новые причины всплывают в голове, и они просят удалить, изменить и так далее, и тому подобное. И поэтому мой вам большой совет, если вы будете собирать какой-то контент читателей, всегда согласуйте еще раз с ними, потому что они не журналисты, и у них нет профессиональной этики и такой профессиональной ответственности перед своими решениями. У нас это очень успешно работает, по крайней мере. И второй вопрос, зачем людям вообще тратить время на создание материалов для медиа? И в России сейчас тоже большая дискуссия есть по этому поводу, потому что вот тот же самый Ти-журнал, они некоторое время назад ввели оплату для авторов. До этого такого вообще не было. То есть есть блоги, бывают, люди пишут тексты сами, потому что им интересно, и вопросы о том, чтобы поощрять их материально и платить им как настоящим авторам, никогда не стояло. Сейчас, ну, как будто бы индустрия очень медленно идет к тому, что мотивация просто там получить трибуну, получить какую-то аудиторию, она может быть недостаточной, что хорошим авторам нужно платить. И в принципе это довольно оправданно, потому что там еще 10 лет назад действительно работал принцип медиа, то есть мы даем площадку для того, чтобы ваш текст прочитали тысячу людей. Но сегодня очень у многих людей есть свои блоги в Фейсбуке, в Инстаграме, где их и так прочитают тысячу людей, и в принципе медиам для этого не нужны. И поэтому это такой дискуссионный вопрос, который, ну, наверное, не всем нужно решать прямо сегодня, но в перспективе там пару лет мотивация людей создавать контент для медиа очень сильно изменится, и, вероятно, в сторону именно денежной. И поэтому многие медиа сейчас вот придумывают в том числе технологические решения в том, чтобы легально платить какие-то стабильные деньги хорошим авторам, которые поставляют им контент. Я сейчас немножечко еще расскажу про бумагу, про то, как мы работаем с людьми. Я уже начала подготовительный этап говорить, и сейчас немножечко про формат. В бумаге очень жесткая форматная сетка. У нас есть специальный документ, в котором зафиксированы все форматы бумаги, в том, примеры тем, в которых они работают. Ничего нельзя менять, ни верстку, ни структуру. Все очень жестко в этом смысле. При этом есть формат, который называется мнение. Мнение – это такая сборка маленьких историй, маленьких реплик чьих-то на определенную тему. И когда мы собираем UGC читателей, мы публикуем мнение. А еще когда мы выбираем мнение известных людей, которые как-то комментируют на недавнюю отставку правительства в России, это тоже мнение. На самом деле разницы никакой нет. И не так давно мы из исследований узнали, что читателям это очень нравится, что один и тот же формат используется для их истории и для истории каких-то известных людей или экспертов, потому что это как бы уравнивает аудиторию и профессиональных спикеров. И это довольно-таки ценно. И это такая еще одна... Еще один хороший выхлоп от контента читателями бумаги, что наши читатели чувствуют себя не менее важными, чем другие ньюсмейкеры, чем другие герои, которые появляются в бумаге. Я вам говорил про блоги, когда люди просто публикуют свои тексты, чтобы быть услышанными. И вот в нашей стране... И у меня есть большое подозрение, что вообще на территории всего СНГ самый успешный проект с блогами – это сайт sports.ru. Кажется, что это основы их вообще редакционной модели. Тут я могу ошибаться. Это вопрос к sports. Но, конечно, очень впечатляющие выглядят их блоги. Это просто какие-то сотни людей, которые стали профессионалами в какой-то своей теме, почти что профессионалами. Например, человек пишет про хоккей, и он совершенно экспертно пишет про хоккей постоянно, у него есть своя аудитория внутри сайта sports.ru. Редакция часто выводит его тексты на главную. Есть такие же там авторы, которые пишут про другие виды спорта или про другие темы. В одной из презентаций гендиректора sports.ru он рассказывал, что очень часто они нанимают людей в редакцию именно из числа авторов этих блогов. То есть не объявляется никакая вакансия, они ищут журналистов на рынке, журналистов ищут среди тех авторов, которые постоянно пишут на этой платформе. Платформа называется «Трибуна». Вообще это, конечно, здорово облегчает жизнь редакции, потому что понятно, что блоги – это почти что готовые тексты. Если платформа действительно выглядит хорошо, люди пишут давно и умеют писать. Поэтому мы, в принципе, очень часто задумываемся о том, чтобы на бумаге сделать блог-платформу. Это, конечно же, все упирается в технологические решения, потому что это не так просто. Но кажется, что это очень старая идея, которая еще долгое время, тем не менее, будет работать. Потому что это развивает сайт, это, кроме того, с технической точки зрения, очень хорошо повышает сайт в выдаче, и это привязывает людей к вашему бренду, потому что они либо авторы и постоянно возвращаются вас читать и к вам писать, либо они ваши фанаты и постоянно читают редакционные тексты, либо они фанаты каких-то других авторов на вашей платформе. То есть это реально очень сильно расширяет ядро. И, похоже, история есть в другом медиа. Сейчас я вам покажу этот слайд. Есть медиа про образование в России, называется Мил. Они пишут про школу в основном, про воспитание детей, про детские сады и все остальное. Очень ненапряжно, они очень такие неформальные и современные. Это прям такое вот издание про родительство здорового человека. Мне очень нравится. И они тоже в какой-то момент завели блоги, потому что понятно, что тема родительства, образования, она, ну, как бы подталкивает людей к рассуждениям очень часто. Когда мы читаем какой-то текст про школу, у нас всегда всплывает какое-то свое мнение и какая-то своя история про школу. И вот они дали возможность людям высказаться и написать эти истории. И вот когда вы зайдете на сайт Мила, вы зайдете еще в раздел «Блоги», вы увидите, что там довольно много хороших просмотров, короче, этих материалов. Там по 22, там по 30 тысяч просмотров. Это то, что люди пишут сами, а потом редакция это редактирует. Тут как раз тоже все работает на мотивации быть услышанными и высказать свое мнение, получить какую-то аудиторию. Я не знаю, что будет дальше, но, может быть, они тоже начнут как-то поощрять своих авторов и превращать их в постоянных журналистов. Итак, мы с вами поговорили только что про контент. Вот Владислав написал, расписанный формат можно ли увидеть. Ну, да, я могу чуть позже найти после вебинара уже сегодня какой-нибудь пример расписанного формата и вам прислать, если вы напишите мне где-нибудь в Фейсбуке, например. Итак, следующий блок – это «Обмен опытом». Очень понятно, зачем люди участвуют в сообществах для обмена опытом. Люди любят давать друг другу советы. Это классическая история. Вы все знаете, что когда кто-нибудь пишет в Фейсбуке какой-нибудь запрос, появляется миллион комментариев. Вот я буквально перед вебинаром видела пост девушки, которая написала, что у нее заболели колени, и она искала врача, и там было 60 комментариев, просто самых разных люди, все люди без медицинского образования советовали ей разных врачей и разные таблетки, потому что люди любят давать советы. А еще люди любят чувствовать себя участниками какого-то элитного закрытого клуба. И вот это, на самом деле, такая самая интересная история, потому что хорошо, когда сообщество, в котором дают советы, немножко дает ощущение такой исключительности и особенности, что это то самое особенное место, где можно обсудить определенные вещи. В других местах эти вещи нельзя обсудить, нельзя кому-то дать советы или получить хороший совет. И вот, как мы увидели, в таком случае сообщество действительно хорошо работает. Я вам немножко позже еще расскажу про наш винный чат. Это такая самая яркая история в этом смысле, потому что там постоянно какая-то жизнь, люди обсуждают вино в чате бумаги, обсуждают скидки, вкусы, которые они почувствовали в вине. То есть там дискуссия, на самом деле, самая разная, от какой-то очень экспертной о оттенках определенного сорта до вполне бытовой. Люди спрашивают, кто мог бы одолжить дискотную карту и все остальное. И это такой закрытый клуб. Возможно, в жизни многим из этих людей не с кем обсудить это вино, потому что не все вокруг пьют вино вообще, интересуются им так глубоко. Но в нашем чате они могут какие-то специальные вопросы задать. И это вообще делает проект довольно-таки успешным. Я вам рассказывала про еще оффлайн проекты бумаги. И у нас есть два закрытых клуба. И они оффлайн плюс онлайн. В этих клубах люди тоже делятся своим опытом. Они дают какие-то советы друг другу. А кроме того, очень важная вещь, что они просто не чувствуют себя одинокими в своей профессии или в своем деле. И за это они тоже говорят им спасибо. Первая история – это Science Club. Бумага делает несколько научно-популярных форматов. Это Science Slam, когда ученые выступают на сцене урок-клуба. Это Science Bar Hopping, когда ученые выступают в барах. Это огромный фестиваль, в котором участвуют в один день 40 ученых, например. И, конечно же, у нас в какой-то момент накопилась огромная база спикеров, которые занимаются наукой или популяризацией науки. И мы сделали Science Club – это закрытые вечеринки. Они туда приходят, мы устраиваем для них дебаты или какую-то домашнюю конференцию, когда они рассказывают со сцены не о науке, а о каких-то вещах, которых просто заботят. Например, как они выбивают какой-то грант или как они пошли в баню и совершили там научное открытие, потому что внезапно на них не зашло озарение. Это такая очень неформальная история, неформальная вечеринка, где все чувствуют себя свободно, завязывают какие-то новые контакты и просто обмениваются опытом тоже. И вторая история – это лучше здесь. Это уже сообщество предпринимателей для бизнесменов. Когда мы делали лучше здесь, мы, конечно же, начали с рубрики про бизнес, как и все, но еще решили сделать офлайн. Это закрытые большие конференции и тоже маленькие закрытые вечеринки. Куда попадают только бизнесмены, только по личным приглашениям от нас или от других бизнесменов. Мы всех участников подтверждаем всегда, то есть никто не попадает просто так на эту вечеринку. И когда мы начинали делать этот офлайн-формат, мы спрашивали у людей, зачем они хотели бы приходить на такие ивенты, и они сказали, что для них очень важно чувство локтя. И это такая странная фраза, которая звучала не один раз, что хочется просто увидеть людей, которые испытывают те же самые трудности, что и ты. А в основном, конечно же, бизнес мероприятий, как вы, наверное, знаете и замечаете у вас, это все про успех, это все про глянец и про то, как все замечательно, но на самом деле предприниматели испытывают огромное количество трудностей, и они хотят в закрытой обстановке со своими поделиться ими. Лучше здесь есть и рубрика, и мероприятие, и рассылка, в котором люди могут общаться в любой момент. А еще к лучшему здесь у нас прикручен специальный бот для Телеграма, который занимается нетворкингом. Он по определенной анкете подбирает людям пару для общения. И, в общем, за полтора года существования проекта у нас действительно сложилось комьюнити именно из бизнесменов. Там уже порядка 500 человек, которые постоянно к нам ходят и постоянно получают нашу рассылку, что-то на нее отвечают, пользуются ботом и так далее. И тут мой любимый пример, недавний, наших коллег из Петропавловска, из Северного Казахстана. Мы проводили ряд консультаций несколько месяцев назад с казахстанским медиа с помощью Ани, Ержана. И тогда Екатерина Назаренко придумала такой проект «Выжить на тысячу». Наверное, вы его все знаете, все его видели. По-моему, это просто прекрасная получилась история. Я кратко перескажу. Если что, Екатерина меня поправит. Или Аня. Редакция придумала проект «Выжить на прожиточный минимум», «Выжить на тысячу». Из него вылилось реалити-шоу в Инстаграме. Я сама смотрела, на самом деле, эти эфиры из супермаркета, когда одна из отобранных семей выбирала продукты в рамках определенного бюджета и объясняла, почему и что она берет. И, на самом деле, это было очень живо и прямо очень классно. Кроме того, помимо этих прямых эфиров, редакция еще сделала чат, в котором люди обменивались лайфхаками, как экономить на покупках, как оптимизировать свои траты. И рассказывала разные истории. Здесь в презентации я сделала скриншот, в одной из переписок, где люди просто рассказывают каким-то очень серьезным нарративом о том, как можно меньше тратить, и при этом не хуже жить. Я вот спрашивала у Кати пару дней назад, как они оценивают результаты. В общем, кажется, что все удачно вышло. Катя пишет, что хороший приток подписчиков в Инстаграме, что людям очень понравилось. Главное, что редакция освоила интерактивный формат, потому что понятно, что обычно задача журналистов и редакторов писать, редактировать тексты, а тут немножко другим нужно заниматься. И, по-моему, это очень полезно, и мы тоже на себе это очень чувствуем всегда, что общаться с пользователями, делать какой-то контент вместе с ними часто гораздо интереснее и нам, и им, чем общаться просто в одну сторону, в порядке односторонней коммуникации. Проект Петропавловск уже закончился. Я отдельно спрашивала про трудности, которые возникли, только что, справедливости ради. Катя сказала, что пока что не очень понятно, как монетизировать этот чат и как привлекать конкретно клиентов на вот этот проект, но, тем не менее, благодаря выжить на тысячу у издания появилось несколько новых постоянных рекламодателей, потому что просто это хороший охват, это хорошая репутация, как я говорила выше, и люди хотят работать с нестандартными площадками, с теми, кто умеет придумывать классные решения. Это, кстати, тоже интересная вещь. У нас после запуска рассылок, допустим, винной тоже самой рассылки, в которой есть чат, появилось довольно много новых рекламодателей, которые не заинтересованы в самом этом чате, но они просто считают, что мы достаточно способны для хороших креативных решений, потому что они увидели этот чат, и они готовы заказывать нам вполне традиционную рекламу после этого. Итак, рассылки бумаги. Вот, только что говорила вам про чат винный. На самом деле у нас четыре платные рассылки, есть тематические, и к этим рассылкам каждый из них прикручено свое сообщество маленькое. Это любители вина, вы уже поняли это. Это любители петербургских домов. В Петербурге прекрасная архитектура, и за каждым домом в исторической части города стоит огромный архив про жителей этого дома, про то, когда и зачем его устроили, что с ним происходило последние 300 лет. И раз в неделю людям улетает письмо про один из домов. Кроме того, есть рассылка про культуру, как выбрать спектакль, выставку или музей в Петербурге, и про одежду. Итак, раз в неделю приходит письмо, кроме того, есть доступ к закрытому чату, и есть еще маленькие встречи для подписчиков. Например, случай с вином – это дегустация. Дегустация. Наш винный редактор приносит... Ну, не она приносит, мы приносим вино. Винный редактор с примерно 15-20 людьми проводит дегустацию. Обычно регистрация на эти дегустации разлетается за 2-3 минуты после того, как мы отправляем ссылку. Люди хорошо проводят время. Для культуры это какие-то походы в галереи совместные, встречи с актерами или с кураторами, которые делают современные петербургские выставки. Там тоже очень мало людей. Это такая прямо совсем эксклюзивная закрытая встреча, где можно напрямую пообщаться с каким-то героем местной культурной жизни. И здесь, в этом месте, нам нужно перейти как раз-таки к теме платежей, потому что, как я сказала, рассылки у нас платные, и люди платят за доступ к сообществу, к тому, чтобы быть причастными к какому-то тематическому комьюнити. И тут нужно разобраться, почему люди, в принципе, готовы вам платить. Я уверена, что люди готовы вам платить. В России сейчас вообще-то главная тема – переход от модели работы с рекламодателями к модели работы с аудиторией, чтобы медиа в меньшей степени зависела от рекламных бюджетов и в большей степени от того, как их работу оценивают читатели. Итак, конечно, первая вещь – это существование бренда медиа. Это такая непростая вещь с разработкой бренда, разработкой его ценностей и пониманием для самих себя, какое сообщение вы транслируете людям. Мы в бумаге постоянно-постоянно дорабатываем бренд, мы постоянно переосмысляем, что именно мы хотим сказать, а как именно мы хотим выглядеть, а какие ценности мы именно транслируем. И, конечно же, первая мотивация поддерживать какое-то медиа – это ассоциация себя с ценностями бренда. И это совершенно не специфическая история. То есть мы понимаем, что очень часто люди покупают одежду определенной марки, потому что они хотят ассоциировать себя с ценностями этого бренда. Например, у бренда одежды Benetton ценность многообразия мира, многообразия людей. В них вот на рекламных плакатах обычно изображены люди разных национальностей, люди разных рас. И часто люди покупают одежду Benetton, потому что они хотят тоже транслировать вот эти вот ценности разнообразия, толерантности и терпимости к всем людям. И компания очень активно это использует. То есть они продают именно с... Они давят именно на то, что людям хочется транслировать определенные ценности через вот эту фразу Benetton. Есть вторая очень сильная мотивация, которая уже, возможно, довольно-таки специфична именно для медиа. Это ощущение причастности к правильному делу. При этом у читателей, вероятно, нет времени, сил и желания этим делом заниматься. Но они могут немножко денег платить, и тогда это дело будет делаться при их поддержке, но чужими руками. Позже я вам расскажу отдельно про медиа такие дела. В России это самый большой благотворительный проект. То есть с одной стороны это фонд, а с другой стороны это большая-большая редакция. И они собирают огромное количество денег и фондам другим, и каким-то конкретным учреждениям медицинским. И также они собирают деньги на работу редакции отдельно. И они, конечно же, тут работают именно с такой мотивацией. Они просят людей помочь им делать хорошие дела. Третья мотивация – это просто прямая выгода. И тут как раз-таки мы возвращаемся к рассылкам. Это одна из составляющих мотивации покупать рассылки бумаги, потому что мы предоставляем определенный лайфхак, мы предоставляем информацию о том, какую бутылку вина вам лучше выбрать, мы рассказываем, где на нее скидка. У нас бывают скидки от партнеров. Допустим, у нас есть классная, хорошая сеть Joy в Петербурге. Они дают скидку 30% нашим подписчикам. Но больше этой скидки такой большой ни у кого нет, только у наших подписчиков. И тут, конечно же, люди покупают именно какую-то прямую выгоду и навыки, которые мы им даем, чтобы они могли сэкономить или принять более рациональные решения в своей жизни. Сейчас перейдем к примерам. Есть такой проект, называется ОВД-инфо. Довольно страшное название, но это издание, которое выросло на волне, на одной из волн протестов России, они защищают людей, которых задерживают на митингах. Они защищают, а потом еще ведут, конечно же, информационную поддержку дел политзаключенных и тех, кого пытаются в данный момент посадить после митингов. Я к этой презентации прикрепила скриншот из своей почты. Это письмо, которое они присылают всем жертвователям, всем подписчикам, которые что-то им платят. Они присылают постоянные отчеты. То есть даже если вы платите, условно говоря, 3 доллара в месяц, они им каждый месяц будут присылать подробный отчет, куда они тратили эти средства. ОВД НФОП производит огромное количество контента, это редакция большая, и люди платят именно за деятельность редакции, а также за деятельность маленького правозащитного центра, который у них есть. Недавно, возможно, вы это видели и помните, были очень серьезные протесты в Москве во время выборов Мосгордумы. И ОВД НФОП очень активно, естественно, освещало этот вопрос. И у них просто выросли сборы какие-то сотни раз. Они стали окупать полностью свою редакцию на пожертвования других людей, просто потому что ситуация очень сильно накалилась, и люди хотели как можно больше участия проявить в судьбе тех людей, которых задерживают на митингах. И ОВД НФОП предоставил эту возможность. То есть они принимают деньги на то, чтобы они как следует работали, как следует освещали все эти дела. И в этом смысле вообще все правозащитные медиа в России, которые занимаются сбором пожертвований, и сборов, ну, донейшенов, так это обычно называется, вот на пиках протестов, на пиках каких-то громких политических дел, они получают все больше и больше пожертвований от людей, потому что люди видят в этом какой-то способ принять участие и кому-то помочь. Такая же история, например, с изданием «Медиазона». Вот они занимаются не митингами как таковыми, они вообще занимаются темой тюрем в России. Одна из основателей этого издания, Надежда Толоконникова, участница коллектива «Пусть и райот», девушка, которую танцевали в церкви, а потом их посадили по уголовной статье хулиганства, она и с другими коллегами основала эта медиа, они пишут про пытки и про российские тюрьмы, и тоже почти полностью могут содержать себя, насколько мне известно, за счет пожертвований людей, потому что читатели считают, что это важно, и они платят им. И это, конечно же, определенное сообщество. Люди, которые читают их медиа постоянно, которые принимают отчеты от них точно так же на почту, и очень хорошо понимают, на что они дают деньги, и, в общем, это дает им какое-то душевное успокоение, я думаю. Есть еще краудфандинг малых медийных проектов. То есть мы сейчас говорили про какие-то очень масштабные истории, когда нужно взять свой сайт и провести там такую большую технологическую революцию, приделать сборы донейшенов, все это юридически оформить и так далее. Это довольно сложно, конечно же. Но есть и разные платформы, которые позволяют собрать какое-то ограниченное количество денег на малые проекты, при этом не требуют от вас технической разработки. Конечно же, вы можете прямо сейчас загуглить просто кучу этих платформ, Планета.ру, Кикстартер и так далее и тому подобное. То есть это вещи, которые позволят вам в пределах, не знаю, например, трех месяцев собрать деньги на какой-то хороший проект. В России сейчас популярна платформа Patreon. Ее используют все самые маленькие телеграм-каналы или какие-то маленькие паблики в Инстаграме. И я здесь прикрепила скриншот вообще очень такого шуточного, смешного подкаста, который делают три человека. Они обсуждают просто разные темы про свою жизнь. И они завели себе Patreon, и вот собирают по одному, по пять или по 14 долларов с доноров. И они, кажется, собрали уже целых 83. Но есть проекты, которые собирают действительно много, и которые живут на эти деньги. В частности, тоже, возможно, вам известный проект называется «Молоко плюс». Это Паша Никулин, журналист и редактор. Они делают журнал «Альманах». Это не интернет-проект, то есть они должны собрать, напечатать и распространить журнал именно. И они собирают с помощью кратфаундинга отдельно на каждый номер довольно хорошую сумму, то есть, по крайней мере, им хватает на жизнь, не хватает на печать этого номера. Опять-таки, отличие в том, что деньги собираются не на большой сайт, не на большую редакцию, не на большую компанию, а на какой-то локальный проект. И, в принципе, этим может заниматься медиа, который существует по типичной нормальной модели работы с рекламодателями, медиа может создать проект на Патреоне для того, чтобы сделать, допустим, спецпроект про бездомных. И, возможно, люди пожертвуют вам на этот спецпроект, чтобы у вас просто высвободились ресурсы, появилось время, и вы все-таки сделали этот спец. Итак, следующее. Это блок покупки. Это уже история, когда люди покупают что-то физическое, не просто дают вам деньги или покупают его с услугу, а когда они покупают какую-то футболку, например, или сумку, или что-то, что вы пришлете им по почте. Очень много такого сейчас, конечно же, по всему миру. Медиа продают там товары для кухни, не знаю, то же самое вино, многие продают Германию в частности. И очень часто это просто инструмент работы с комьюнити, но не отдельный бизнес. То есть, по-моему, довольно редко продажа товаров приносит реальные деньги и становится реальным бизнес-юнитом, такой мини-компанией внутри медиа, которая зарабатывает. Чаще всего это такой мерч, брендированная продукция, которая просто удовлетворяет интерес аудитории к тому, чтобы демонстрировать на себе принадлежность бренду медиа. Словно говоря, читатели бумаги могли бы покупать футболки с надписью «бумага» и ходить в них. Мы пока не запустили мерч, потому что как-то у нас постоянно не хватает времени на это, но у нас есть один интересный пример. Когда бумаги исполнялось 4 года, что было довольно давно, как ни странно, мы для своей команды, для себя на вечеринку в честь дня рождения сделали футболки. Там было написано 4 раза слово «пейпер» на сайт paperpaper.ru, а мы написали paperpaperpaperpaper.ru. И футболок мы заказали слишком много. Я не помню, почему мы обсчитались, но мы решили, что можем подарить их читателям, потом поняли, что желающих будет слишком много, и поэтому мы назначим цену какую-нибудь, и вот без лишних проблем отдадим. Когда мы опубликовали пост о продаже этих футболок, нас просто завалили сообщениями, и оказалось, что очень много людей хочет купить себе совершенно дурацкую, ничего не значащую футболку, где написано 4 раза слово «пейпер». Это, конечно, было интересно. Сейчас, конечно, многие медиа делают именно так. Их мерч содержит какое-то сообщение о том, что я читаю это издание. Кроме того, очень часто медиа делают коллаборации с другими брендами, например, с брендом одежды. Это просто красиво, хорошо выглядит в глазах определенного сегмента аудитории. Это такая уже имиджевая задача для медиа, чтобы просто продемонстрировать какие-то свои ценности и уже встать на фоне другого, более привлекательного бренда. Или просто сделать что-то приятное для своей аудитории. Вот, например, такая история была у издания «Вандерзин». «Вандерзин» – это такое молодежное женское издание. Оно про феминизм, про, в общем, такой неглянцевые женские проблемы. И они недавно сделали коллаборацию вместе с брендом одежды. Она называется «Невероятно». Они сделали линейку велосипедок. Очень было модно летом девушкам ходить в велосипедках. Их носили совсем с пиджаками, с туфлями, совсем на свете. И вот «Вандерзин» на волне этой моды сколлаборировался невероятно и сделал, кажется, в шести цветах разные велосипедки. Я, честно, точно не знаю, какие цифры показал этот проект, но выглядел он довольно симпатично. Я думаю, что женская аудитория «Вандерзина» была довольно рада получить эти велосипедки и, в принципе, была благодарна, потому что это вот как раз-таки их тема и такая удобная, стильная одежда. В общем, выглядело все это очень красиво. Мы уже с вами говорили про такие дела. Вот то самое благотворительное издание, которое собирают очень большие деньги, очень эффективно собирают деньги в России. И не так давно они запустили магазин. И здесь на скриншоте вы видите книжку и две футболки. Есть футболка «Невыносимо». У меня такая есть, как раз-таки. Я ее заказывала у таких дел. Они просто немножко с иронией относятся к тому трагическому контенту, который они публикуют, потому что основная тема таких дел – это, конечно, история людей, попавших в беду из-за своей болезни или из-за своей социальной ситуации. И поэтому они сделали вот такие футболки с надписью «Невыносимо». Еще есть футболка с надписью «Трагический контент». Вот магазин успешно работает до сих пор, потому что люди просто хотят показать, что они знают про такие дела. Вероятно, кто-то косвенно этим может показать, что они жертвуют таким делам. Но при этом напрямую об этом не говорить, что может быть тоже очень интересной мотивацией. Отдельная история с книжкой. Они, как и многие медиа, своих материалов собрали книгу и продают ее не только через сторонние интернет-магазины, но и у себя. В общем, у них есть полноценная платформа теперь, и люди рады покупать их товары. И, как обычно, в каждом блоке мы еще рассматриваем совсем маленький проект, а не огромные медиа. Вот вам пример. Есть такой блог в Инстаграме про Коломна. Вы, наверное, даже не знаете, что такое Коломна, потому что это прям такой небольшой район в историческом центре Петербурга. И есть ребята, которые сделали Инстаграм о том, как устроена их жизнь в этом районе. Как там, куда сходить, где заняться спортом, происторики домов, потому что они такие гиперлокальные патриоты. Они очень любят место, в котором они живут. И в какой-то момент они сделали коллаборацию с дизайнером Натальей Лесковой. Наталья Лескова – дизайнер, которая делает одежду и платки с принтами петербургских домов. То есть она берет хорошую фотографию фасада и наносит ее на ткань. Вот они сделали эти платки. У них вообще совсем немножко подписчиков. То есть вы можете видеть даже по количеству лайков на этой фотографии, там всего 509 лайков. То есть Инстаграм совсем маленький. Тем не менее, они вот как-то договорились и порадовали своих немногочисленных подписчиков. И это, по-моему, так очень мило выглядит. И теперь их подписчики носят этот платок и всегда помнят о том, что конкретные блогеры из этого аккаунта, продали им эту классную вещь. Итак, я предлагаю перейти к чек-листу. Я попыталась составить чек-лист, который описывает алгоритм работы именно с сообществом, в котором люди обмениваются опытом. Потому что кажется, что это самое сложное. То есть поработать с аналитикой, поработать с темами, с форматами. Ну, это довольно-таки стандартная история. Наверное, достаточно какой-то, иметь в виду угол зрения на комьюнити, чтобы произвести некоторые изменения в редакционной политике. Но сообщество, в котором люди обмениваются опытом, это непросто. Ну, по крайней мере, для нас это непросто. И мы, в общем, очень долго и внимательно всегда занимаемся новыми вещами вот в этой сфере у себя. И первая, самая важная вещь – это, конечно же, определить общую боль. Вот мы с вами разговаривали про Петропавловск, и это прям суперудачный пример, потому что общая боль, нехватка денег и очень маленькие зарплаты, и при этом недешевые продукты. Это прямо вот всеобъемлющая такая история и всеобъемлющая проблема для людей в Петропавловске. И поэтому проект был успешный, потому что это, правда, давит на нерв очень многих людей. Не обязательно, наверное, всегда думать в сторону каких-то таких максимально дискомфортных вещей, потому что, ну, допустим, даже вот то самое вино, о котором уже не раз говорили, боль какая у этой рассылки. Люди боятся подступиться к выбору вина, и кажется, что это для таких снобов, которые очень хорошо разбираются и которые готовы тратить на это много времени и денег. Но на самом деле это не так. На самом деле вино – это просто, и можно найти хорошую бутылку вина в пределах, там, 15 долларов. И это какая-то боль для определенного сегмента людей, не для всего города, естественно, но для довольно большого количества активных горожан. И тут важно просто не скатиться тоже в слишком трагический контент и не преуменьшать потребности людей. Потому что, например, где побегать в нашем городе, в частности, Петербурге, какие составить маршруты для бега – это тоже боль, как оказалось. И, допустим, в Петербурге есть целая комьюнити, которая обменивается опытом о том, как и где бегать, где поставлены новые светофоры и так далее и тому подобное. Итак, вторая вещь – это понять, где есть пробел в зданиях или какой-то недостаток возможности. То есть, может быть, люди не знают, где находится нормальный магазин, да, или они не знают, как правильно закупаться продуктами. Или они все знают, на самом деле, просто им лень. И это вот хороший вопрос, на который лучше бы найти ответ до того, как делать комьюнити, то есть, если реально пробел знаний или у людей есть мнимая потребность что-то сделать, но они просто не хотят этого сделать. Вот у нас есть такой негативный пример, например, с рассылкой про одежду. Мы ее сейчас немножко перестраиваем, мы уже перестроили, потому что изначально, кажется, мы не попали в этот пробел знаний. Мы подумали, что людям было бы интересно про историю определенных вещей, то есть, условно говоря, есть там вещь, там, чокер, такая штука, полоска, которую надевают на шею. И мы пишем огромное письмо про этот чокер, и люди говорят, что им было бы интересно узнать, но потом оказывается, что нет, что это мнимая потребность, это реально, это не пробел в знаниях, потому что они не нужны. И мы сейчас перестраиваем этот рассуд в сторону такую потребительскую, и попробуем поработать с пробелом в знаниях о том, где купить именно локальные российские вещи, произведенные в нашей стране, где их найти и как их выбрать. Третья вещь – это, конечно же, убедиться, что люди готовы делиться рефлексией, то есть, вообще, убедиться, что они готовы давать какие-то советы. Часто, когда мы с коллегами из других изданий разговариваем о возможностях сделать определенные комьюнити, у них всегда возникает первая идея – помочь тем людям, которым объективно трудно. Например, помочь людям с определенными заболеваниями. Но часто приходим к выводу о том, что не на все темы люди готовы друг с другом разговаривать. То есть кажется, что это настолько важно и серьезно, что они должны себе присидеть. Или, допустим, женщины, женщинам, которые страдают от разных гинекологических болезней, очень сложно найти достоверную информацию. Я это недавно узнала от девушки, которая хочет этим заниматься. Но если подумать глубже, становится понятно, что это не тема для обсуждения в чате с незнакомыми людьми, или не тема обсуждения на мероприятии с незнакомыми людьми. И тут тоже важно не прогадать и обратить обязательно внимание на то, чтобы эта тема была такая довольно светская, легкая, чтобы этот пробел в знаниях, и эта боль не были бы слишком серьезными и травматичными для людей, чтобы они могли как-то делиться опытом и при этом, в общем, не переступать через себя. Четвертая история – это нужно, конечно, понять вообще, что вы можете людям дать, кроме того, чтобы создадить чат и попросить их друг с другом разговаривать. Конечно же, важен определенный контент. Если мы делаем сообщество, допустим, пробег, конечно, нам важно рассказать людям в итоге, дать им какую-то фактуру для обсуждения, где вообще можно бегать. И мы должны приобрести определенную экспертность в этом вопросе. То есть у нас должен быть специальный редактор или специальный журналист или кто-нибудь, кто очень хорошо в этом разбирается и готов удовлетворять полностью запросы от аудитории. Так, например, вот устроены все рассылки. Каждый из авторов – он специалист в своей теме. И он всегда присутствует в чате. Помимо того, что раз в неделю отправляется письмо, и люди потом обсуждают, на какой спектакль они сходили, понравилось им это или нет, они всегда могут обратиться за каким-то вопросом к редактору в чате или напрямую получить на него ответ. То есть мы всегда должны четко понимать, что внутри этого сообщества мы остаемся главным экспертами по теме, что мы можем ответить на все существующие вопросы. И тогда, в принципе, люди продолжат ощущать какую-то потребность в нас. Пятая очень простая история. Нужно просто следить за тем, чтобы люди действительно помогали друг другу и, в общем, возможно, создавать какие-то дополнительные инструменты внутри комьюнити, чтобы люди могли лучше усваивать информацию, которую они обмениваются. Иногда это какая-нибудь Google-табличка, где собраны все контакты, например, или карта, где отмечены все места, все парки для выгула собак, что-нибудь. То есть постоянно следить за этим, создавать какие-то новые инструменты, чтобы людям было просто удобнее копить вот эту общую базу знаний и обмениваться, чтобы все их советы не пропадали бесследно, и они могли к ним как-то возвращаться. Это очень сильно повышает стоимость вашего сообщества в глазах людей, потому что это правда такая бесценная краудфандинговая база знаний огромная. И, в общем, три очень простые вещи, базовые, которые вы прекрасно понимаете, но мы не можем их не проговорить. Понятно, что нужно создать какой-то канал связи медиа и аудитории. То есть напишите нам назад на эту почту и расскажите, какие у вас впечатления. Или если вы хотите отписаться, или у вас возникли какие-то проблемы, пишите сюда. То есть нужно очень четко дать понять людям, куда они могут обращаться, если у них какие-то вопросы, предложения или проблемы. Ну и, конечно, канал связи между людьми. По-моему, сейчас самый удобный – это чат в мессенджере, который наиболее популярен в вашей стране. У нас это Телеграм. Вот в Казахстане, по-моему, это WhatsApp, наверное. Чат вполне удобный. Может быть, когда-нибудь появится что-то более удобное, чем чат, не знаю. Ну и, конечно, есть всегда возможность продумать выход в офлайн. Потому что, как я и говорила, людям нравится общаться друг с другом. Есть какой-то, кажется, что есть недостаток в личном общении. При этом всегда приятно увидеть новые лица. Маленькие мероприятия могут происходить вообще где угодно. У нас есть прекрасный пример. Другой район в Петербурге называется Петроградский район. Это остров. И он – это самый старый район Петербурга. И здесь есть свое комьюнити. Там есть такой паблик, не паблик, а страница в Фейсбуке. Называется Петроградская диаспора. Люди просто бесконечное количество раз в сутки пишут какие-то посты там. Они постоянно собираются на разные встречи. На Новый год. Новый год отмечают вместе. То есть это постоянная активность. И в плане офлайна там все происходит очень просто. То есть там нет никаких бюджетов рекламных или чего-то такого. Просто есть там один человек, который владеет кафе и говорит, ребята, приходите ко мне. Такого-то числа. Вам всем будет скидка 20%. И заодно мы познакомимся и там послушаем, как кто-нибудь поет под гитару. И это происходит постоянно. Не требует никаких денег. И... В общем, можем здорово вам помочь. Кроме того, выход в офлайн могут делать и сами участники сообщества без вас. У нас был один прорыв в винном том же самом чате однажды, когда люди, расстроившись, что они не попали на очередную дегустацию вина в бумаге, написали коллеги, а давайте соберемся у меня дома. И с тех пор иногда участники зовут... Разные участники совершенно зовут к себе домой. Тех, кто хочет принять участие в дегустации, там каждый приходит со своей бутылкой, они знакомятся, что-то обсуждают. И поэтому, в общем, вы можете либо свой офлайн организовывать для своего комьюнити, либо как-то подкидывать эту идею для других участников, чтобы они сами придумывали, как, куда они кого готовы пригласить, чтобы пообщаться. Итак, у меня вообще был запланирован блок про больше проектов в бумаге, но вот нужен совет Ани. Возможно, мы уже выбились из графика. И, возможно, мы уже не успеем говорить про бумагу. Вот. Аня, ты как думаешь? Да, это... Аня пишет, да? Можно недолго. Хорошо. Тогда я постараюсь очень быстро обо всем рассказать. В принципе, я вам все уже сказала. Просто я сейчас накидаю примеров, и в частности там будет пример про рекламу партнеров и комьюнити. Итак, перед Новым годом. Мы спросили наших читателей про первую страшную очеринку в их жизни, когда они как следует напились. И казалось бы, что это такая... Ну, информация, которую не всем хочет рассказывать, наверное. Но мы получили просто массу историй, они все очень смешные, вы можете найти их на сайте бумаги. И вот как раз-таки в тот момент мы... В тот момент мы почувствовали тоже важность того, что нужно еще раз приспросить и еще раз приспросить, готовы ли вы к публикации этого материала на сайте. Другой пример. «Король лев» недавно вышел ремейк этого мультфильма. Мы спрашивали людей, как они это оценивают. Тоже довольно много просмотров, потому что всем интересно смотреть на мнение других людей о самом, может быть, самом важном мультфильме нашего детства. Самые странные разговоры с таксистами. То же самое. Сейчас в нашем регионе просто бум такси. Огромное количество компаний на рынке, и все постоянно ездят на такси. И мы собрали интересные истории людей про какие-то самые необычные, самых необычных таксистов, которых они когда-либо в жизни встречали. Вот. И здесь мы видим партнерские материалы. Компания «Мегафон». Большой-большой оператор пришла к нам с запросом, и мы с ними сделали спецпроект. Один из текстов был с историями людей о их первых мобильных телефонах или о первых пейджерах. Люди рассказывали про то, как их папы ходили там с удостоверением на ношение телефона, про то, как они отправляли трехсекундные звонки, трехсекундные сообщения. То есть какие-то вот рассказывали об артефактах мобильной связи 30-летней давности. Текст очень хорошо зашел, и мы получили просто какое-то гигантское количество историй тоже, потому что это такая тема, которая заботит людей. И самому «Мегафону» делал по коммуникациям, конечно же, было очень интересно смотреть на то, как люди воспринимают вот этот весь бэкграунд мобильной связи в нашем городе. И особенно это было важно, потому что «Мегафон» – это вообще первый оператор в России. Раньше эта компания называлась «Северо-западная GSM». Они зародились в Петербурге. И вот для них вот эти люди, которые были маленькими на момент зарождения их компании, конечно же, очень ценные. Им очень интересно на них посмотреть и понять, как они мыслят и что они вообще помнят. Следующий пример работы с авторским читательским контентом – это наше приложение. Приложение называется «Paper App». В нем есть заметки. Суть следующая. Вы составляете списки мест, которые вам нравятся. Что бы поесть или что бы встретить в закат или, не знаю, что бы гулять с собакой. И вы пишете каждому этому месту на карте свою заметку. Ваши заметки могут прочитать ваши друзья. Какую проблему тут решаем? Обычно мы выбираем какое-то место, смотрим на TripAdvisor и видим огромное количество комментариев незнакомых людей. Или там на другой сервис, Foursquare. И мы не до конца им доверяем, потому что у всех разные вкусы. И вообще мы не знаем, настоящие это люди или нет. Честно, нам хочется скорее посмотреть на список друга, которому мы доверяем в плане еды, если мы хотим поесть. А если мы хотим время выбрать место для прогулки или, допустим, выбрать музей, мы лучше посмотрим список другого друга, потому что вот с ним у нас сходятся вкусы насчет музеев. И вот приложение содержит в себе такие разные списки, которые вы пишете для себя лично, или вы пишете их публичные, делаете их публичными, чтобы ваши друзья могли их посмотреть. Вы смотрите списки других людей, своих друзей. Но все списки состоят из заметок, так или иначе. И мы мониторим Paper App, выбираем самые классные содержательные заметки Paper App и публикуем их на сайте. Еще промоутируем внутри приложения, конечно же. Это все тоже контент наших пользователей. И он, конечно же, довольно-таки интересный, потому что какой большой не была бы редакция, мы никогда не узнаем всех крутых мест в Петербурге, мы никогда не узнаем всех мест, где подают самую хорошую шаверму. Поэтому наши читатели всегда нам с этим помогут и расскажут о самых неочередных местах вообще, в которые мы никогда с вами не зайдем. Я тоже рассказала. Итак, опять-таки, в чем смысл для читателей? Им всегда приятно быть услышанными. И важно дать совет, даже если он не целевой, не по конкретному запросу. Им важно понять, что кому-то, может быть, их информация пригодится. И это просто всегда очень приятно. И здесь я очень кратко вам расскажу про сегмент с одним интересом. Я уже вам говорила о людях, которые путешествуют по сайту и приходят на разные материалы. И мы примерно представляем себе, как это устроено. Потому что мы видим, что люди, которые прочитали материал про косметику, они, скорее всего, далее перейдут в материал про волосы. И мы это прямо видим в аналитике, мы их трекаем, и мы знаем, как устроить на странице контекст материала, чтобы получить более высокую глубину, чтобы вот этот сегмент читателей по интересам у нас отработал на 100%, не ушел после прочтения одного материала. Тут еще пара примеров про то, что люди, которые прочитали текст про квиртанцы, они потом переходят на текст про феминизм, естественно. И следующий пример – это про партнера. Также строительная компания Бунава вместе с нами проводила исследования. Мы с ними обсуждали с читателями, какие районы Петербурга им больше всего нравятся. Во-первых, для Бунавы это очень полезная информация, потому что они строят, и они знают теперь, возможно, они и раньше знали, но, может быть, у них стало более такое ясное понимание, как позиционировать дома в разных районах Петербурга. И люди нам рассказали, чем им нравятся или не нравятся разные районы. Мы выяснили, что вот тот самый Петроградский район, где есть Петроградская диаспора, это комьюнити, он самый любимый. И тут, конечно, у нас нет прямых доказательств, что это связано, но, возможно, все-таки связано, что наибольшее количество голосов набрал район, где есть комьюнити, потому что люди его любят и чувствуют какой-то локальный потребитель по отношению к нему. Когда мы собрали аудиторию на этот материал, мы использовали, дали инструменты соцсетей, потому что это тоже работа с сообществами, когда вы ставите промерочные пиксели разных соцсетей в свой сайт, можете набирать аудитории, на которые потом таргетируется реклама. Это звучит сложно, но об этом стоит разобраться. Нам это сейчас очень здорово помогает. Благодаря этому механизму, благодаря вот этому промерочному пикселю и сбору разных тематических аудиторий, мы эффективно можем продвигать свои материалы в социальных сетях, поскольку, опять-таки, мы знаем, какие темы работают с какими аудиториями, мы довольно эффективно можем показывать посты нужным людям и получать приходы. Поэтому я в этом смысле очень сильно вам советую как-то увязать работу с сообществами и с тематическими сегментами на сайте с сбором аудитории в соцсетях в Фейсбуке, ВКонтакте и, вероятно, в Яндексе. Просто это немножко почитать, или нам, конечно же, например, очень помогла консультация со специалистом, который к нам приходил пару раз и потом еще с нами работал, и работает, и настраивает весь этот механизм. Про мероприятия я вам также рассказала. Просто очень приятно всегда видеть конкретные лица, лица читателей на ивентах. Мы сейчас немножечко ускоримся, чтобы не тратить ваше время. И про лучше здесь и Science Club я вам тоже рассказала. И что самое главное? Да, главная мысль в работе с комьюнити – это постоянно анализировать поведение людей, постоянно с ними общаться, собирать обратную связь, потому что без этого сообщество выйдет из-под контроля. И самое страшное, наверное, что может произойти, что люди, участники этого комьюнити перестанут ввести ценности в вас вообще всякую. И либо просто выйдут из этого сообщества, либо оно продолжит существовать без вас, вопреки вашим желаниям, и тогда вы просто уже не сможете ни монетизировать, ни извлекать какой-то контент даже для себя. В общем, важно сохранять какую-то роль полноценного участника и полноценного модератора и получать постоянную обратную связь, как-то оптимизировать условия так, чтобы людям было хорошо, чтобы они знали, что за какими-то изменениями они всегда могут обратиться к вам. На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое. Я вижу здесь ряд вопросов. Давайте я сейчас на них отвечу. Так, первый вопрос был. Можете прокомментировать ситуацию вокруг сайта «Бессмертный барак»? Я, честно говоря, нет. Я не могу проконсультировать вас по этому вопросу, потому что я не знаю там фактуры. Если у них нет никакой формы сбора пожертвований, то, боюсь, что никак. Но, возможно, стоит написать им на почту с этой идеей, и я думаю, в любом случае они технически... А, ну, если у них есть форма сбора... Да, я тут вижу, что пишут, что у них все есть. Если у них есть форма сбора пожертвований, то просто можно брать пожертвований, конечно же. И был вопрос следующий про рассылку по почте четыре письма в месяц. Да. Каждую неделю отправляется одно письмо. У нас уже много рассылок, и поэтому мы стараемся разводить их по дням. То есть, условно говоря, у нас там четверг уходят дома, в пятницу люди получают винное письмо, предполагается, что они идут с работы, покупают эту бутылку. А потом в субботу у нас уходит письмо про культуру. Люди покупают какие-то билеты на выходных на следующий уикенд. Так, следующий вопрос. Пишите технологию спецпроекта «Как вам новый король лев». Это даже на спецпроект, это обычный был редакционный текст, маленький. Как мы это делаем? В бумаге есть рассылка бесплатная. Называется «Планы на выходные». К ней не прикручены никакие чаты. Там много тысяч подписчиков. Это еженедельное письмо, которое уходит в четверг. И там один из редакторов бумаги пишет такой подробный гид на следующие три дня, чем заняться. Какие спектакли, какие вечеринки, лекции и все остальное. Разные мероприятия, которыми можно заполнить свой досуг на выходных. И вот в этой рассылке мы довольно часто задаем разные вопросы людям. Они на них отвечают, чтобы либо выиграть определенные билеты, это розыгрыш, либо они отвечают, чтобы попасть в материал. И вот в тот раз мы тоже проспрашивали читателей, какие у них впечатления от просмотра «Края льва». Мы просим отвечать нам на почту. Далее нам приходят письма. Мы читаем эти истории, отбираем лучшие. И авторам лучших историй мы пишем ответ на письмо. Ну, нет, отвечаем мы, естественно, всем. Всех благодарим всегда. Это обязательно. Всем говорим спасибо. Но тем, кто может попасть в публикацию, мы пишем еще раз, спрашиваем, уверены ли они, согласны ли они с редакторской версией их истории, потому что всегда текст немножко нужно подправить. Далее они соглашаются. Мы публикуем текст. Все. Все очень просто. Все завязано на общении с людьми. Нам тут помогает рассылка с планами на выходные. Но на самом деле иногда, когда нам нужно очень срочно, а четверг еще не скоро, мы пользуемся просто ВКонтакте, нашим пабликом, публикуем там пост и просим людей переслать какие-то истории через соцсети. Эта работа немножко хуже, но тоже работает. То есть вы, в принципе, можете делать то же самое, в посте указывать свою почту и просить на почту скидывать классные истории. Субтитры создавал DimaTorzok